Наша съемочная группа побывала на территории объединенной гидрометеорологической станции Тихвин в деревне Пагалда Тихвинского района, где первые метеорологические наблюдения были организованы в 1925 году. И поэтому именно его можно назвать датой создания учреждения. О том, где были произведены первые исследования, нам рассказала начальник станции Татьяна Паршева. А первый гидрологический пост наблюдения за уровнем воды по реке Тихвинка в деревне Горелуха был организован даже не в прошлом веке, а в позапрошлом веке, в 1876 году. И наблюдения ведутся на этом посту по сей день. На сегодня гидрометеорологическая станция Тихвин является самым крупным сетевым подразделением Санкт-Петербургского гидрометцентра со штатом порядка 40 человек. Это группа гидрологов, самая многочисленная группа, поскольку станция наша работает, в зону деятельности станции нашей входит 5 районов Ленинградской области, где расположено порядка 20 гидрологических постов стационарных. Там работают наши наблюдатели и ведут ежедневные наблюдения на своих водных объектах, на реках, озерах, болотах, также за уровнями грунтовых вод. Другая группа, это группа метеорологическая. У нас есть 10 метеорологических постов, также расположенных в Ленинградской области, в районах Ленинградской области. Но поскольку это метеорологические посты, то они работают по укороченной программе, а по расширенной комплексной программе метеорологической работает группа метеорологов. Они ведут круглосуточные наблюдения на метеорологической станции, на метеорологической площадке, которую вы только что посетили. В последние 5 лет сеть гидрометслужбы оснащается автоматическими метеорологическими станциями, и в режиме онлайн можно наблюдать работу и показания метеорологических элементов. И информация с автоматических станций поступает в компьютерную сеть, и в режиме онлайн мы можем все это видеть. Еще я хочу сказать, что станция наша реперная, и вся метеоинформация с нашей станции поступает в международный обмен. Что такое международный обмен? Это в 1950 году порядка 50 стран мира организовали Всемирную метеорологическую организацию. И по договоренности этих стран было принято решение о бесплатном международном обмене метеорологической информации. Для этого были организованы три крупнейших центра. Это центр в Москве, центр в Мельбурне и центр в Вашингтоне. Туда собирается вся информация с метеорологических спутников, с таких реперных станций, как наша, и других носителей. Эта информация обрабатывается. И бесплатно вот те страны, которые вошли во Всемирную метеорологическую организацию, они в этих центрах получают информацию. Для прогнозирования, вы сами понимаете, чтобы составить более точный прогноз, нужна информация не какой-то маленькой территории, а желательно нескольких континентов. До начала летнего сезона осталось несколько недель. И, возможно, сотрудники гидрометеорологической станции чаще будут радовать тихвинцев прогнозами о солнечной и безветренной погоде. Продолжение следует...